Продолжается программа стол заказов, как и обещала у меня в гостях дизайнер Белла Потемкина. Привет! Привет, Лиза! Две блондинки это стила, согласитесь. Абсолютно. Ну у нас сегодня тема, как никогда подходящая, под то, что ты пришла сегодня в студию. В чем же встречать Новый год? Но сначала я спрошу, в чем ты пришла сегодня? Ну я пришла в кутюрном кафтане Беллы Потемкины из пайеток. Это сейчас такой тренд. Из пайеток создавать вещи не только платья, общепринятые какие-то изделия, сумочки. Вот, например, такой кафтан, что-то вроде пальто. То есть можно сказать, это даже верхняя одежда, да? Да, это верхняя одежда, он прямого кроя и очень модно. Сейчас вещи очень практичные, можно как и с лодочками, со шпильками одевать, так и с кроссовками или с лоферами. А ты обувь тоже изготавливаешь? Я обувь тоже изготавливаю, в том числе, и можно легко подобрать в нашем бутике любой лук, спортивный или casual, или элегантный, или даже на красную ковровую дорожку, потому что мы надеваем очень много звезд, как вы знаете. И, конечно же, работаем и с вечерними луками. А скажи, пожалуйста, на Новый год пайетки как? Можно надевать, нет? Ну да, сейчас наступает год обезьяны. Да, блестящий, огненный. Все блестящее, золотое, красное, конечно же, имеет место быть. Говорят, что в красном нужно встречать, но... У нас тут спорят, знаешь, телезрители, кто-то говорит нужно в красном, кто-то говорит не нужно. Как все-таки? Я думаю, что все равно, кому какой цвет идет, например, и красный, он же разный бывает, у красного разные оттенки. Красный в пайетках смотрится по одному, какой-то красный в бархате совершенно другой имеет вид. Поэтому нужно подбирать, смотреть, самое главное, чтобы девушка ощущала себя гармонично, ощущала себя богиней, принцессой и чувствовала себя счастливо в новогоднюю ночь. А говорят, что пайетки полнят. Так это или нет? Либо смотря какие пайетки, какой цвет? Да, так есть, безусловно, правда в этих словах, потому что это объем, они накладываются одна на другую. Но да, нужно понимать, какие пайетки. Например, матовые пайетки, как мой кафтан, они все равно не дают такой объем, например, как блестящие глянцевые пайетки. Кроме того, также нужно обязательно смотреть на силуэт. Если платье приталенное, то оно будет подчеркивать фигуру, а не придавать объем. Как мой кафтан, он, конечно, прямого крови, он придает объем. Ну, когда ты такая худенькая, то почему бы нет? В данном луке, если вы одеваете узкие джинсики или худи, или лосины, то это тоже допустимо. Прямо сейчас у нас будет музыкальный клип, вы пока задавайте свои вопросы, я думаю, что Белла с большим удовольствием на них ответит, да? Ну, а мы вернемся. Стол заказов продолжается, как и была у меня была, так и она осталась, и слава богу. Но расскажи, пожалуйста, есть еще такая примета, вот нужно встречать Новый год в новом. Ты как сама считаешь, так это или нет? Либо не обязательно, главное в красивом. Я, конечно, это поддерживаю. Поддерживаешь, да? Поскольку я нахожусь в бринтейле, конечно. И у меня есть новая коллекция, и мне всегда хочется, чтобы они быстрее оказывались в ваших гардеробах. Но я думаю, да, что-то в этом есть. Недаром и обновляют и дома, наводят порядки, заканчивают какие-то циклы, длительные дела, наводят и в голове, и в сердце, так сказать, полную генеральную уборку. Поэтому, наверное, да, надо уже что-то новое одеть, красивое, и в этом новом, свежем, потрясающем наряде войти в новый цикл, в новый период жизни. А ты можешь описать свою клиентку? Вот какая она? Ей там, например, 25 лет, она там замужем, либо одинока. Вот как ты описываешь свою главную клиентку? На самом деле возраст у нас очень разный, от 25 до 45, до 50. Сейчас женщины есть в возрасте в 45-50 лет, выглядят настолько молодо. Лучше, чем 20-летние некоторые, да? Да, настолько подтянуты, настолько свежо. Абсолютно точно моя богиня, моя муза, моя гостья, моя поклонница, она очень современна, она любит себя, она очень актуальна, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. У нее большой гардероб. Да, питается хорошо, и, конечно, чтобы продемонстрировать, подчеркнуть всю свою свежесть, молодость и здоровье, конечно, нужна красивая одежда, красивое платье, потому что она у нас очень светская. Она обязательно посещает ивенты, какие-то светские мероприятия, красные ковровые дорожки. А что будет вводно вот в наступающем году? Ну, во-первых, элегантность и роскошь обязательно остается. Утонченные платья с подчеркнутой талией, с пышными юбочками, с открытыми плечиками, косточками, подчеркивающими наши все достоинства. Конечно, это все остается, потому что это вечная классика, и она тянется просто из века в век. Так, фактурные ткани обязательно, жаккарды, кружево, кружево-макраме. Это не просто гладкая ткань, а ткань покрыта какой-то красотой, какими-то кутюрными или полукутюрными изысками. А вот одна девушка нам уже написала, спрашивает, модно ли страза до сих пор, либо уже отошла от моды. Расскажи, пожалуйста. Вы знаете, я тоже, как нормальная девушка, всегда отношусь к ним немножко настороженно, но могу сказать, что сейчас возвращаются и пайетки, и такая нагруженность некая, скажем так, жемчуг. И сейчас, что очень актуально, это стразы перемешивать и с жемчугом, и с пайетками, и вот эта эклектика, вот эта совместимость несовместимого, и некая россыпь такая по юбке или по платью, это допустимо. Просто плотное заполнение стразами платья, это, конечно, уже не модно. Спасибо большое. Кстати, продолжайте писать свои вопросы, у нас еще есть время на них ответить, но прямо сейчас у нас будет музыкальный клип, а потом мы вернемся и расскажем все, что нужно и не нужно. Продолжается программа стол заказов. Белла Потемкина у меня в гостях. Белла, есть вопрос, конечно же, от девушек. Вот одна пишет. Белла, расскажи, пожалуйста, кто у тебя из звезд сотрудничает с тобой, может быть, берет какую-то одежду на клип, и вот Валентина спрашивает. Очень много, да, звезд российского шоу-бизнеса, кем мы дружим. Кстати, ведущие РУТВ тоже. Да, обязательно. И, да, ведущие РУТВ, и Лиза, и Нелли, очень много девочек, чьи песни я очень люблю, и Алсу, и Настя Стоцкая, да вся красная ковровая дорожка, наверное, премию РУТВ. Бывает у нас в ботике, и девочки многие, и ведущие, и Виктория, Боня, много-много-много. У нас даже парисхилл-то надевалось. Вот это да, да. А скажи, пожалуйста, звезды сами к тебе обращаются, либо ты там с ними сотрудничаешь, созваниваешься, предлагаешь одежду свою, как это происходит? Вы знаете, как правило, мы подписаны друг на друга, они приходят либо ко мне на показ, и все знают нашу коллекцию, все знают, видят платье в Инстаграме. И да, по мере надобности на красную ковровую дорожку или на выступление обращаются, говорят, что вот мне бы хотелось красное длинное платье, например, или черное по силуэту. А бывает такое, что ты специально шьешь для артиста? Да, бывает, но довольно в редких случаях, потому что мне бы хотелось, чтобы любое платье из ботика соответствовало стандартам звезды, да? Да, да, в этом, наверное, мое самое большое счастье, и поэтому очень высокая клиентоориентированность и счастье нашим поклонницам доставлять то, что им нужно. Есть еще один вопрос для тебя. Белла, привет, можно ли долить мужчинам на Новый год носки? Ты когда-нибудь дарила на Новый год мужчинам носки? Нет, но я думаю, они им никогда не помешают. Ну, действительно, почему нет? А, кстати, мужчины приходят к тебе в бутик, может быть, со своими девушками, женщинами, супругами? Это отдельная, да, часть наших гостей, мы их очень любим, потому что это всегда очень-таки благородные, очень щедрые, как правило, они приходят за подарками. Очень-очень интересные мужчины. То есть бывает такое, даже без девушек своих они выбирают плоти, правильно? Конечно, конечно, они делают сюрприз, они делают подарки, вот, и мы их помним чаем или чем-то покрепче, в общем, располагаем как можем. Более подробно сразу после музыкального клипа. Продолжается программа «Стол заказов», вопрос тебе все поступает и поступает, девочки хотят быть модными. И вот что спрашивает одна из поклонниц твоих, видимо, что не следует носить в 2016 году? Вот прям стоп, ни в коем случае, табу. Что не следует? Даже не знаю, сейчас мода настолько многогранна, главное очень правильно, очень точно совмещать вещи. Ну, не следует носить, мне кажется, не следует носить, например, туфли на очень высоком каблуке, на очень высокой платформе, с короткой юбкой, с платьем в обтяжку. То есть это уже, наверное, все-таки дурной тон. Нужно что-то, чтобы из этого было немножечко полегче. А скажи, пожалуйста, вот многие мужчины не понимают такую моду, когда девушка надевает туфли и носочки, какие-то цветные, может быть, объясни им, модно это или нет. Правильно, это, конечно, стиль такой немножко японских школьниц. В принципе, да, если это подходит ногам, то это может какую-то изюминку в образ вносить. На самом деле это много лет существует, и нет такой, модно или не модно, если образу в целом подходит, то как бы образ отмечается как положительный. Есть еще вот такой вопрос. Белла, привет, а Екатерина задает вопрос. Очень хочу себе шубку из ламы, но мой молодой человек меня отговаривает. Говорит, что вся Москва в них ходит. Что делать? Ну, это модно. А вы попробуйте ее носить как-то по-особенному. На самом деле шубу из ламы очень тяжело нести. Она очень объемная. Да, она полнит, если ты и так, в принципе, да? Нужно очень грамотно ее как бы... Припадать. Да, припадать. А также мой совет еще выбрать правильный модный цвет. Насколько все в них ходят. Например, я недавно себе взяла очень красивого винного цвета, и такой еще никого не увидела. Поиграйте с цветом. Я думаю, что молодой человек в итоге будет испать вас комплиментами. Белла, спасибо большое, что пришла. Я думаю, многие девушки поставили себе заметочку, что нужно делать, что не нужно. Пожелай что-то нашим телезрителям в новом 2016 году. Я желаю огромной любви, исполнения желаний, радости в доме, улыбок. Девочкам огромные букеты цветов. И, конечно же, все-все-все платья Беллы Потемкины, чтобы висели вас в гардеробе. А мы будем стараться шить новые и новые, красивее и красивее. Спасибо большое. Приходи еще раз, будем тебя ждать обязательно. Спасибо, пока.